Россия, ваш диктатор, убивает детей Ну вот это, особенно вот это, конечно Угу, невероятно Стоп убивать людей Фокинг Путин Угу Скан Да Украина продолжает убивать Нет Ты понимаешь, что у детей в голове в детстве останется воспоминание О том, что они идут и читают всякие гадости про Путина Угу Я еще не вернусь, если специально ведут по этой улице Читай Вы любите? Ее, может Вы любите? Ваша история Уже вся эта история Меня называют Угу 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 Крабль Это вот дети читают вот такие надписи. Мои друзья мертвы. Стоп вор. Стоп вор, криминал. Это согласно в принципе. Война, надо заканчиваться. Война, надо остановиться. Вопрос к кому они обращаются. Вот к кому они обращаются вопрос. Может быть в США? Или к спонсорам? Война, надо заканчиваться. В любом случае. Вы все обращались. Русские граждане. Стоп. Совет зомби. Все русские граждане являются компрадантами. То есть соучастниками войны. Незаконно. Ну то есть все русские участники? Незаконно, да. Все русские граждане это участники войны. Стоп Путин. А это вот тоже Путин виноват, я так понимаю? Не. Вот что написано? Повестка в Кагу. Да. Кагу. А здесь тоже Путин кормит всякой гадостью людей? По-видиму, да. Ну это так. Но действительно Кагу нужно. Потому что международный суд, военный суд находится там. Да уж. Но не так, как эстонское государство сегодня что делает, да? Признает государство террористически. Ну как это возможно? А вот здесь смотри, хорошо написано. Патриотизм в самом простом, ясном, несомненном значении есть не что иное для правителей. Как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. А для управляемых – отречение человеческого достоинства разума. Лев Николаевич Толстой. Удивительно, что украинцы это повесили. Нет, я думаю, что они сами. Ага. Они же сейчас тоже сами повесили здесь. Ага, понятно. Но очень умная фраза на самом деле. Доби… Это что такое? Тебе пи***. Фак Путин. Да? Ну тебе конец, да, по-русски. Тебе пи***. Это нам пи*** с тобой? Нам пи***. Я надеюсь, что это такое. Очень много пиканей будет в этом видео. Пи***. Да, это трагедия. Что говорить? Радоваться нам здесь нечем. Потому что те фотографии – это последствия той политики, что делали украинские власти в течение 8 лет. Хватит убивать детей. Ну, конечно, сначала тыкать медведя в морду и палкой, а потом скакать и плакать. Но это, наверное, не самое умное. Я считаю, что здесь эстонцам как раз очень хороший урок. Что не надо тыкать медведям пальцев. Как нельзя делать внутреннюю и внешнюю политику. Согласны? Это абсолютно. Но, к сожалению, мы сейчас именно так и делаем. Да, мы тоже идем к этому. Но вот наша стела с тобой, Олег, надо все делать, чтобы тормозить этого, не дать ввести Эстонии войну. Нам нельзя довести Эстонию за конфликт. Нельзя. Нашего движения. Нашего движения, да? Да, вот и стопка водки стоит тоже за упокой. Печальный фактор. Печальный фактор то, что ежедневно здесь дежурят политические экипажи. Вы хоть можете представить, сколько стоит рабочих сейчас этих людей? Как-то сегодня у нас полицейских не хватает ни расследований, ни на улице патрульных, ничего. И постоянно министр внутреннего дела говорит, что нет денег, нет того, нет другого. Но если мы здесь держим постоянно по два экипажа в день, по два человека, еще кроме этого, когда здесь какие-то акции, и все опять дополнительно цело. Для того, чтобы не украли трусики. Чтобы, дай бог, здесь кто-то трогал бы, да? Хорошо, что у нас еще позволят трогать, да? Вот еще не арестуют, да? Безобразие. Мы проживаем все спокойно, но решительно сказать, это безобразие, это надо убрать, это уже не композиция, это не какое-то искусство, не знаю, что это. Уважаемая полиция, пожалуйста, давайте вместе прекратим из нашей страны делать посмешищем. Да. Мы не хотим этот позор вот здесь, мы не хотим быть посмешищем. Для всего цивилизованного мира приходят туристы, смотрят и говорят, что это. Это наш дом, и мы здесь должны решать этот порядок. А что мы покажем? Значит, если у нас улица такой, в доме тоже так, и в мыслях тоже так, каша дворец там, да? Это ужасно. Это не надо. При этом работой этой полиции оплачиваем мы сами, друзья. Полиция существует на те деньги, которые платим мы государством, которые собираются нас государством. За то, что стоять вот здесь и охранять вот эти трусы, вот этот вот мат, эти оскорбления и этот просто позор. Народ Украина, чтобы вы знали, мы в вашем беде тоже с вами, но не с позиции, что пожар можно погасить с бензином. Мы, наоборот, призываем вас остановиться. Остановиться сегодня и сразу. Делаем все, чтобы мы, Эстония, стали посредниками слова мира. Наше движение COS стало тоже движением мира. Мы и есть движение мира. Чтобы Эстония мог действительно быть платформой, вместе с движением COS в будущем. где мы можем действительно делать все, чтобы мир был и у нас в Эстонии, между народами, чтобы в Украине был мир наконец-то наступал, чтобы людей больше не погибли. Наши дорогие и уважаемые друзья из Украины, я надеюсь, что вы увидите это видео, несмотря на то, что вся ваша страна на сегодняшний день сидит уже без электричества и без интернета по факту. Более полумиллиона людей на сегодняшний день в Украине уже либо ранено, либо убито в этой войне. Это прямой результат восьмилетней подготовки к этой войне. В Эстонии сейчас происходит все то же самое. Эстонию ведут по этому же пути. Мы не хотим повторить вашу статистику. Олег, а помнишь, когда это все начиналось? Это начиналось от этих кровавых трусиков, что я забрал весной, ранней весной, помните? Когда девушки здесь были колые, и у них семь пар, семь пар, семь большой глупостей. Это все потом говорили, что это был вранье. Все мы это знали, все это мы помним. Но на Майдане девочки украинские кричали, что я не хочу работать, я хочу кружевные трусики. Наверное, не в таком виде представляли себе эти девушки трусики, о которых они мечтали, стремясь в Европу. Но на сегодняшний день стремление Украины в Европу выражается вот в этом. Выражается в матах, в оскорблениях, во лжи. Путин прям каждое утро просыпается и мечтает о том, как бы ему еще попытать украинских детей, как бы ему еще помочь. Это конфликт, военный конфликт между двумя странами, может быть, между тремя странами, США, Россия, Украина и так далее. Но мы, вот страна Эстония, наши люди, наше движение, мы не хотим участвовать в этом конфликте. Мы не хотим на войну. Нас тащат на войну, мы туда не хотим. Нам попытаться сегодня войну продавать. Мы не хотим. В никаком случае нам эта война не нужна. Умные люди делают выводы из ошибок других людей. Я надеюсь, что эстонская нация, эстонский народ, многонациональный, сделал свои выводы и не хочет на войну. Очень много людей проголосовало в Фейсбуке. Мы поставили опрос. Очень много, более 4 тысяч человек проголосовало на сегодняшний день за то, чтобы провести уборку вот здесь. Да, и только что, вы заметили, здесь дети были. Школа, наверное. Детский садик. Детский садик. Учительница эстонка привез сюда, и все дети говорили, как это страшно, как это некрасиво. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Они шли и читали это. Читали. И даже дети, ребята, дети говорят, уберите этого. Ну, наконец-то, ну сколько можно уже? Полгода это издевательство здесь, в этом улице. Мы, город, культурная столица, до чего мы так катились? У этого столица культурного, да, культурного в фоне этого. Есть ли вообще руководители? Есть ли в этом городе мэр? Есть ли это столица Эстонии? Министр внутренних дел? Есть ли у нас министр культуры вообще? Или какую культуру, о чем можно речь идти? Есть ли такой? Извините, целый год туристы войдут мимо, дети. Сегодня уже наши таллинцы и вообще эстонцы боятся сюда прийти, посмотреть вот эту гадость. Испортит настроение. У нас скоро что? У нас скоро рождественский мир, который традиционно мэр города обязан объявить. Уважаемый мэр города Таллина, мы ставим вместе с этим видео письмо публично на ваше имя. Просим убрать вот эту гадость. Насколько я понимаю, это собственность российского посольства. Это находится на определяющей территории. Соответственно, обязанность собственника содержать это в чистоте. Мы направляем письмо мэру города. Мы направляем письмо на имя посла Российской Федерации. Мы направляем письмо в полицию и в министерство. Министр внутренних дел получил это письмо. Министр культуры получал. Там еще этот мэр города и хозяйственная часть города тоже получил это письмо. Пора. Очнуться. Хватит уже. Доиграли политиков. Все. Мессендж все дали, что война это плохо, мир это хорошо. И если кто-то попытается сегодня говорить, что война это мир, вы ошибаетесь. Мир может быть только миром. И хотелось бы добавить, что более четырех тысяч человек, которые проголосовали за уборку этой гадости отсюда, из сердца старого города, готовы прийти и поучаствовать в уборке. Да. Если вы сами не способны, если вы сами не можете, если у вас не хватает воли, честности, силы, смелости убрать вот эту гадость, мы, общественное движение Коус, готовы сделать это за вас и вместо вас. Угу. И мы это готовы сделать за свой счет. Наши люди придут вместе с нами и проведут субботник, проведут чистку. Да. Сердце столицы Эстонии, Италии, от этой грязи. И давайте, да, начинаем эту уборку не только улиц, а свою голову. Вначале улица и потом начинаем чистить у себя, что в Москве творится. Ребята, у нас жизнь Эстония ухудшается, катается не знаю куда, сокращения идут, проблемы одни идут, а мы здесь занимаемся псевдопроблемами. Не надо войну себе пустить. Нас попытаются, да, довести до этого. Мы против войны. Мы не поддерживаем никакого оружия. И эти люди ежедневно нам обращаются. Помогите делать, что-то делать. Мы призываем на, как субботник, как толока. Есть такое, да? Толока. Толока, да. На рамках толока. Действительно, какой-то день собираться и показать нашему миру городу и всем чиновникам, кто должен болеться нашей страной. Что это здесь никаким образом не связано ни с культурой, ни нормальным человеческим явлением. Ну, это безобразие просто. Итак, подытоживая все вышесказанное, уважаемые друзья, давайте встретим рождественский мир и Рождество в Эстонии в чистом, уютном, красивом, нашем любимом старом городе. Всем спасибо, друзья. Олег Голос. Олег Голос.